Полные идиоты принимают часть лёгких ступеней. И подобные ступенения у нас, как уявление нормополтонов, и собственная полная безнаказанность. Как будто инклюзионисты сами не понимают такие статьи и не имеют права быть ими петь. Не надо предшествовать у них, если он находится на коллекте, и может позволить выделить ему большие цели. Большая часть участников, не страдающих удаления, больше понимают жизнь и имеют больше, скорее всего, лучше знали, что это зло, незначимо и незначимо. Если у них нет времени на бесконечный ступор, это не значит, что они не видели своё мнение по вопросам, которые, возможно, формировались летарно. Мнение, по которому формировалось летарно. Да что-то совершенно абсурдуют ситуации. Но выставления к удалению могут выставляться хорошие статьи, дорабатанные до отрезков. Вместо того, чтобы сделать предупреждение номинатора на удаление, начинаются пареньки. А вместо того, чтобы дорабатывать статью ещё до более лучшего статуса, всем миром принялись искать её в матче. Серьёзное обсуждение кандидата выставлено статьи. Футбольный матч «Россия Англии» . У нас к конечному участнику. Я доказательству придумал. К конечному участнику, как обсуждение 20, заняло полтора месяца при условии, что статья уже выставлялась, но удаление было оставлено. Один из этих страниц неформативного текста более 6 000 слов, практически в курсе времённых языковых статей. И выставлено удаление анализа. В итоге, что я жгала статья, была оставлена вместе с статусом «Хорошие статьи». Хочу заметить, что в этом случае и вне других удалительствах ссылаются на предыдущие итоги, подведённые активным участниками педоспалма «Хванта», итоги которого они удалительствах считают некорректными. «Хванта» под недавно прикидывает. Ну, все это… Парафор, спор, хочу сказать о самих удалительствах. Они могут говорить сколько угодно о призятном мнении и прочем. Но впечатление складывается из их же собственного поведения на правительство. Часть из них действительно занимаются серьёзной работой и приносят очевидную боль. И это не официально. Но другая часть занимается явно подразованной деятельностью. Дело – это диспертичка, а старательно увлекают конфликты наибольшее количество участников. Например, почему необходимо следовать в нелью и спорить с участниками, которые даже собственную страницу могут не заполнить. Нет, понятно, это дело добровольно, оно есть как уважение к другим участникам. Я, например, хочу знать, что представляете себя в районе. Да, он может набраться территория, но это будет выявлено в дальнейшем. Если участнику просто наклевать, на основании, то результат не даст благодождать. Если я что-то хочу сказать, я здесь, я это говорю. Я отвечу на все вопросы. Мне надо противоваться занятостью. Да, волнуй мне, да, вот так, да? Если ты переживаешь за общую идею, а активный медалитзм, а право и налево явно отдаёт навязчивой идею, и ты должен хотя бы постараться заместить её всеми способами, а не приниматься невозможностью или занятостью. Почему реалисты, болеющие за качество людей, не принимают активно участия во встречах и конференциях, если это такая проблема? Я могу ответить на вопрос, это и принципиально ответить. Если я не могу сказать что-нибудь стоящее, почему бы не разрушить то, что вы имеете в виду? Не исключено, что участники света подобной личности, подпитых своих детств и своих знакомых, я застраиваю и петь, и делаю вообще, что-то хочу. Впоследствии от такого отблизица я не заставлю, что я больше что-то вставлю. Ну, анонимы. Анонимы у нас уже из статусной и качественной статьи, безнагазанного аккорда. Кто-то считает, что вклад анонимов полезен. Я с самого начала своей работы википедии, следуя своей логике, считал, что человек, который имеет абсолютную свободу действий и хочет оставаться неизвестным, не может приносить пользу. Я скажу так быстро, потому что лично по моему мнению, ну, 93,5% права сделан анонимом ванда. Так, есть еще специалисты по всем вопросам с профильным вкладом, которые лезут со своими услышанными нерасстрелями. Пока время идет, в статье распространяется провокационная информация, который автор повлезает через ней неизвестно с кем подружное, молчаливое, только вот. А чаще выжитаю, когда автор соберется и в сердцах нарушит хотя бы на чуть-чуть что-то. Я в жизни не прощу год участников Булерна, извините, если произношу неправильно, специалистка русской современной атомной тематики, автора сразу из списка года и статьи года, 2011. Разумеется, с избранной станцией. Задергали человека мелочными придирками, обвинили в перецялости, перекрасили блокировку, сел и ушел. Так, ну здесь... Перейду к плану. И уже все. Несмотря на то, что в египедии свободный проект, бесправильно обойтись, прокатываемого заслуга, участники с особым статусом в выполнении сложной оперативной работы. Работы. Я, другой, перекратил время. Никому не надо популярно объяснять, что невозможно применить все правила, а в тем время не сохранить орденальность или читабельность статьи. Для некоторых случаев предусмотрено игнорирование всех правил. Правила египедии вторичны по отношению к ее цели. Поэтому, если какое-либо правило мешает вам получать и поддерживать ее консолирование, и игнорировать ее. У нас этот год не забывается. Ну, правила правила и здравый смысл тоже получили. Вот. Сейчас исторические статьи, вещи слабые, глобальные, составляют философию, а с другой стороны, нет особой сложности на лицах этой статьи. И еще одно по нему забирается информация, создается термологическое порядок, подбираются респирации, которые большей частью уже в общественном состоянии все простотые. Источники исторической литературы, монографии и прочее. Вообще, значимость есть однозначна. Вообще, никаких проблем здесь все четко и ровно. Но стоит заняться современной неоднозначной темой, атомными детями, космосно-анимационными фильмами, поле моря для деятельности. Кадр, что привязывается с авторитетными источниками Близбуху Желкости, зерноватым антентом ТНС. Космонавтики в Нигере, без неизвестных ученых-историков, по наделии анонимов, представившими, не ставившими зрения, или авторов, поставленных в деревне Черноземья и семейских кистофельных. Ну, монтяжникам вообще, всех людей становятся специалистами по диагнозу наступление флага. Если еще, последние еще недели, мы наступили не на политические темы, а современные и неоднозначные, а современные и неоднозначные являются самыми сложными. Именно их минимальное количество инспеки. Все процессы, происходящие там, необходимо срочно, необходимо строго отслеживать, проводить опыт и дорабатывать или адаптировать правила, принимать ногу, удалять стакли. А у нас опять автор остается один на один с массы. Срывается автор, мать не получит ограждение, просит последничества, никому не надо. Пытается привлечь внимание, обменять бюро венки и самым планом. Обращается в ворхом, тишина. Тема, и самым планом. Подводящий итоги на автомате. Опять же, посмотрит на тему, раз он их будет. И хоп, подвели итог. Это только три случая. На самом деле, не так даже уже. Ну, просто скажу, процесс номинирования этой статьи выстроен, и отбил желание заниматься этим вообще. Повеселились все, как важно. Даже возникало желание после последнего случая. Вот. Часть рекомендаций и права, действительно, были необходимы. Кстати, обоняты, сами и правила. Но большая часть, просто казалось, как раз дело не станет менять, ситуация уменьшает, и так далее, и тому подобное. Разумеется, все молчат. Советский, а он объясняет. Дальше, с мозгом. До, после, после, до. Сделал по рекомендации над точкой. С мозгом. Ну, у меня, например, это было несплажновато. Но сделал все действия. Переделали нас. Спасибо вам большое. Вот.